Качество превыше всего. Чебоксары принимают участников межрегионального форума «Стратегия и практика успешного бизнеса». 15-й по счету форум по традиции посвящен Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. Что обсуждали на форуме и какие проблемы поднимали специалисты, знает моя коллега Наталья Мальчикова. Вопросы качества никогда не теряют актуальности. Меняются законодательства, стандарты, подходы к реализации. Но неизменным остается одно – высокие требования, качества выпускаемой продукции. От качества и цены зависит спрос или заказы на вашу производимую продукцию или, соответственно, услуги. Все они, каждый на своем месте, в своем регионе ведут большую работу в этом направлении. Научные исследования в области сертификации, их практическое применение, взаимосвязь качества и производительности труда. В республике активно внедряются новые технологии, методики. Идет обновление производственного фонда предприятий. Это не большая республика, но она достигает больших целей. У нее нет таких ресурсов, как у других. У них главный ресурс – это люди. И эти люди своим трудом, своим развитием решают серьезные задачи. Это очень хорошо. Предприятие, которое на сто процентов уверенно в качестве своей выпускаемой продукции, добровольно участвует в проекте «Национальная система сертификации». Это позволяет эффективно бороться с фальсификатом. Только в этом году в государственный реестр внесены 13 производителей. Все они составляют серьезную конкуренцию на международном рынке. Насколько качественные товары, зависит и спрос населения, и его здоровье, и дальнейшее существование предприятия. Вот над этим вопросом у нас очень серьезно мы работаем. У нас те объемы производства продовольственных товаров, которые есть на сегодня, они с каждым годом растут. В этом году мы, надеюсь, достигнем цифры 1 миллиарда. И достижение таких объемов невозможно без работы над качеством. Наши предприятия на уровне проводимых мероприятий. Вот сельхозяйственная ярмарка в Москве была, наше предзвольственное предприятие, Ядренский мясокоменад. По ряду позиций заявались золотые и серебряные медали. Наш товар – это шортан праздничный Ядренский мясокоменад. По прошлому году вошел число 100 лучших товаров России, золотую и сотню. Работа, она продолжается повседневно. Задача такая, чтобы обеспечить население республики качественными товарами. Продукты агропромышленного комплекса отправляются в 31 страну. В тройке лидеров по экспорту – АКОНТ. Что касается повышения производительности труда, то в реализации национального проекта задействовано 21 предприятие. И здесь уместно вести речь о бережливом производстве. Это звень ядной цепи. Тогда и затраты уменьшатся, и зарплаты вырастут. Нам надо увеличивать доходы для самореализации молодежи и для тех, кто работает сегодня на производстве и занимается трудовой деятельностью в реальном секторе экономики. Поэтому обращаю внимание, вот без повышения производительности труда, конечно, проедать мы не можем, выплачивая зарплату, мы все это понимаем. Соответственно, не с этой точки зрения, вот, включая 2024 год, ежегодно средства, они определены в государственной программе Российской Федерации по нашим региональным проектам. Я здесь, надеюсь, рассчитываю на вас. Премия главы в области социальной ответственности, марка качества Чувашской Республики и всероссийский конкурс «100 лучших товаров России». Лучшие в сфере оказания качественных услуг и производства получили награды. Наталья Мальчикова, Республика.